Привет всем! Я на своей кухне. И сегодня я попытаюсь очень красиво расположить кофеварку на своей загруженной кухне. Если вы видите, у меня там всего-всего-всего-всего стоит. То есть уже и ставить некуда. То есть кофеварку, которую мне подарили мои родители. Мои родители поехали в магазин, решили наконец-то себе купить посудомоечную машинку. Заодно купили телевизор. Такой небольшой на кухню. На стенку новенький повесят. И вот им в подарок дали вот такую кофемашину. Которую, в общем-то, они говорят, мы пользоваться не будем. Хочешь, забирай. Я говорю, ну в принципе, я как старая еврейка. В кавычках. Говорю, давайте, все мне сгодится. Теперь сейчас я ее распакую и попытаюсь поставить на своей кухне. Вот смотрю, думаю, ну в какое же место поставить. Вот здесь вот прекрасно бы она стояла. Здесь у меня вот все для чая-кофе стоит. Дальше, значит, у меня вот здесь вот тоже какая-то вот я на этой поверхности все время что-то делаю. Там режу, строгаю. Все подчиняю. Дальше идет мойка. Вот там вот у меня стоит эта позорная такая старая, такая капельная или как она называется, кофемашина. Ее давно надо выкинуть или на дачу отвезти. Ну вот стоит и стоит, в общем-то. Здесь тоже, в общем-то, у меня тут и микроволновка, вот эта пароварка такая вот, в общем, кстати, неплохая как-нибудь вам покажу. Все делается быстро и легко моется. И стоит 3 копейки. Ну, в общем, сейчас попытаюсь какую-то поверхность ей освободить и поставить вот эту вот новую свою машиночку. Итак, все в дом, все в семью. Надобывала вот такой вот агрегат смешной. Кстати, папа сказал, что он похож, говорит, ну, эти птицы, которые в Антарктиде. Я говорю, пингвины что ли? Он говорит, ну да, в общем, вот такой аппарат, похожий на пингвина. И вот какие-то две коробочки, это с капсулами. Ну, надеюсь, что мои родители меня не смотрят. Если честно, я бы такую машинку не купила, потому что пока вот я не знаю, я ее не попробовала. Качество кофе, конечно, может быть, подкачает с тем, что я просто варю вот на плите в турке. Тем более вот эти капсулы, они что-то очень сильно дороговастенькие. Ну, вот сейчас я попытаюсь ее куда-нибудь пристроить. Ну, вот, наверное, пусть она у меня здесь живет, на этом чайном столике. В принципе, ничего, от печки как бы далеко, никакие брызги на нее лететь не будут. Ну, а так как часто на таких машинках делают, в общем-то, капучино, вот, наверное, это будет очень красиво смотреться вот в таком стаканчике. Он у меня такой хорошенький, кстати, хорошая фирма. Это вот, как она называется, Бо Дум, наверное. Ну, если неправильно сказала, уж не смейтесь надо мной. Такой стаканчик. Вот пусть он тоже здесь и живет. Ой, девчонки, баловство, конечно, это все. Ну, в общем, вот такой набор к этому делу продавался. И вот здесь вот есть инструкция, что делать. Вот, ну, давайте попробуем сделать капучино. 240 миллилитров. Значит, для этого вот есть два таких вот капсулки. Одна беленькая, другая такая коричневая или черненькая. Значит, беленькую ее сначала ставят, это молоко, а потом уже вот эту черненькую, я так поняла, что это само кофе. Значит, сейчас попробую одну рукой показать. Значит, там вот сзади у нее такая емкость. Вот такая вот, ну, примерно воды налила, не знаю сколько. Легко она очень обратно ставится. Если буду плохо показывать, уж извините. Вот. Дальше, значит, вот этот вот рычажок, он должен быть поднятый. Значит, нажимаем на кнопочку. Вот она должна, значит, сначала, это она там разогревает все дела. Красненький, пока не будет зелененькое. В общем, еле-еле это все прочитала в инструкции. Что-то инструкция какая-то косая. А уж потом, спасибо Ютубу, посмотрела, как люди делают. В общем, мы ожидаем, когда это дело будет зелененькое. Ну вот, значит, все позеленело, что все только возможно. Сейчас мы попробуем туда поставить капсулку. Значит, здесь вынимается вот такая емкость. Значит, как у нас написано в инструкции, мы сначала туда будем класть, ну, типа молоко. Вот так она заходит обратно. Потом, когда, значит, этот рычажок опускаешь, то там такая иголочка, она протыкает вот эту там пленочку. И, видно, через это что ли проливается. Вот таким образом. Ой, мамочки, сейчас что-нибудь наделаю. И сейчас, девчонки, я включу этот агрегат. Я, правда, его уже пробовала. Он начинает жужжать, как черт. Вот тут рычажок, это если горячий, надо напиток сделать, если холодный. Ну, давайте сделаем. Так, что у нас там? Сколько миллилитров? И надо чуть не 200 миллилитров этого налить. Ну, будем все делать, как всегда, на глаз. Вот, значит, это молочко полилось сначала. Вау. Ну, что мне немножко не нравится, что я должна стоять около нее, это дело регулировать. Вот таким образом. Значит, наливаем, 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 наливаем. Ну, давайте выключим. Или пусть еще немножко будет. Вот, когда я выключаю, та вот штучка вот начинает мигать. Значит, после этого мы опять ее открываем. Достаем эту капсулу. Типа она уже использованная. Ну, и дальше дело у нас идет за черненьким, уже за самим кофе. Давайте посмотрим, как это все получится. Значит, обратно вставим. Опять вот эту штучку закрываем. Оно в это время протыкает. И нам, по-моему, 40 миллилитров. Сейчас как-то очень должно это красиво, напиток окрашиваться уже в коричневый цвет. Ой, блин. Ну, смотрим, что получится. Давай. Поехала. О, видите, как классно. Ну, в общем, не знаю, не знаю. Пока все очень красиво. Как это все будет на вкус. Сейчас постараюсь попробовать вам сказать честно. Потому что, в общем-то, можно сказать, первый раз я пью такое из капсул. Ну, пенка красивая, конечно. Капучино. Капучино красивый получается. Ну, все. Харе. А то все через край пойдет. Кстати, 12 часов ночи уже, я смотрю на часах, 10 минут первого. Я, как всегда, управляюсь с кофе. Ну, в общем, на вид очень красиво. И сейчас буду пробовать прям при вас, скажу честно. Ну, вообще-то, неплохо, кстати. Сахара нету. Сахара я много не люблю. Сейчас немножко положу и скажу, как будет с сахаром. Ну, вот я взяла сахар. Хочу вам показать ложечку, какую красивую. Посмотрите. Мне привезли ее из Сочи. Если видно, там Сочи 2014. А тут какой-то заяц нарисован. Она такая. Тут желтенькая, тут такая серебряная. Ну, люблю всякие хорошенькие штучки. Вот. Ну, в общем, сахара, кстати, я кладу вообще в кофе очень мало. Вот где-то вот примерно вот столько. Вот потихонечку-потихонечку себя приучила к этому делу. И если даже вот кто-то, не знаю, положит мне целую ложку уже сахара, в принципе, я всегда определю. То есть мне будет это невкусно. А вот половиночка еще ничего. Хотя, кстати, я сейчас попробовала без сахара. В принципе, тоже неплохо. Потому что вот эта пенка, молочко. Ням-ням-ням. Двенадцать ночи. Галка, как всегда, пьет кофе. Ой, вкусно. Вкусно, ребята. Брать можно, я вам скажу. Такую машинку. Конечно, можно разориться на этих капсулах. Но брать можно. Сейчас я вам покажу, что продается. Это вот тот набор, который я вам показала. Это было как бы к самой машине шло. Сейчас покажу, что еще продается. Ну вот дополнительно, в общем-то, мама мне купила вот такую коробочку. Это капучино. Значит, я посчитала здесь на семь кружек капучино. То есть, берется, значит, коричневая такая. Наконец-то я разобралась с этим. И беленькая. Значит, там вот семь таких комплектов. Значит, такая вот коробочка, она сказала, что стоила триста, по-моему, семьдесят. Ну, пусть триста семьдесят рублей. Значит, триста семьдесят рублей. Я уже с калькулятором, да? Не могу вот наслаждаться просто. Просто кофе не шло. Надо все посчитать. Триста семьдесят. Мы делим на семь порций. Нифига себе. Получается пятьдесят два. Почти пятьдесят три рубля за одну чашку капучино. Ну, конечно, это дешевле, чем в Москве выпить где-нибудь чашку в хорошем торговом центре. Там или где-нибудь просто в центре Москвы в какой-то кофейне. Но все равно, конечно, не дешевое дело. Ну, девчонки, жизнь хорошо все равно. Хорошо. Ну, ладно, всем хороших сновидений. Сейчас выпью кофе. Кстати, кофе на меня не действует, я потом сплю, как сурок. Все, всем пока. Хороших снов и завтра хорошего дня. Пока. Ням.